Всем привет! Меня зовут Елена и вы на канале о вышивке. Я продолжаю вышивать дизайны JustNan. Ну, такое вот у меня настроение в последнее время. И я взяла дизайн Angel Tapestry. У меня оригинальная схемка и имбеллишмент к ней. Что было в имбеллишменте? Смотрите, вот такая красивая ниточка шелкового ручного окрашивания. Вот такой бисер. И вот такой красивый керамический пуговка-ангелок. Очень миленько. Так, основа. По ключу здесь рекомендуется Lavender Mist от Zweigart 32 или... Вот, смотрите. 32 или 28 каунт. У меня 28 каунт практически нету по наличию. Поэтому я взяла 32. Это вот такой вот серо-розоватый оттенок льна, который я вам показывала буквально в прошлом видео. Сейчас покажу оттенок. Вот оттенок 30-21. Так, то есть он такой. Я чуть-чуть тут, видите, начала ниточками икрю вышивать. Немножко все засвечивается. Ну так вот. Значит, как я рассчитываю размер вышивки? Сейчас я просто закрепила вот аккуратненько лен. И мне теперь нужно понять, какое место, какой размер у меня займет вот именно вся вышитая часть. То есть я смотрю на размер. Посмотрите, вот дизайн-эреа. То есть 49 будет в длину и 130 крестиков. Это именно в крестиках. Размер 130 крестиков в высоту. Соответственно, у меня есть вот такая, я сейчас покажу, программка на телефоне, которой я всегда пользуюсь. То есть я забиваю эти размеры в табличку. Указываю, что буду вышивать через два переплетения и выбираю нужную ткань. И вот, пожалуйста, получается размер моей вышитой части. Соответственно, я могу приблизительно прикинуть, что у меня будет где-то, ну грубо скажем, в ширину 8 сантиметров. Высоту около 20 сантиметров, да. Это вышивка. Ну вот я приблизительно обозначила себе фронт работ. И закрепила ткань нужного размера. Точнее, размер-то у меня здесь ткани большой, но ничего отрежется так, чтобы были хорошие поля. Мало ли как я буду оформлять. Теперь я приступлю. Я раньше, кстати, все свои дизайны Just Nen начинала вышивать сверху. В принципе, такие бэнд-семплеры, да, это ленточный сэмплер, у которого узорчики идут горизонтально, да, и вот в такую линию. Тип, да, тип сэмплера, бэнд-семплер, я их называю. Раньше я их начинала все сверху. Кстати, такие сэмплеры действительно удобно начинать и сверху, и снизу, и вообще без разницы. Но в этот раз я начну снизу, как раз я уже привыкла, что снизу буду вышивать. Поэтому теперь начинаю снизу. Сейчас я эту схемку сюда магнитиком прикреплю и начну вышивать. Итак, у меня закончен дизайн Just Nen Autumn in the Square, осень на площади, как я это перевожу. Помните, зимний у меня вышит, и здесь у меня был оригинальная схемка с шармиком. А вот осенний у меня вышит подбором без шармика. И мои нововведения в этих дизайнах это бисеринки. Да, я как бы первый раз в зимнем вышивала и решила крестики заменить на бусинки. Соответственно, я решила продолжить эту традицию и на других дизайнах по чуть-чуть. И в осеннем дизайне бисер у меня заменил крестики, которые обозначали в этом дизайне виноградинки. И бусинками стали яблочки или ягодки на деревьях на всех. Вот такие милые дизайны. Это вот зимний. И на этом моя Just Nenomani не закончилась. Я вышила еще два дизайна. Вы помните, я в начале видео показывала, что начала дизайн с ангелочком. Такой рождественский, красивый дизайн винтажный, раритетный. И вот что у меня получилось. Я вышивала его снизу. Это такая нежная ткань, которую мне не так давно подарила Евгения. С которой мы встречались на встрече вышивальщиц. Вот я решила ее использовать. Это 32-й каунт. Хотя для дизайна Just Nenomani, конечно, лучше брать 32-й или 28-й. Предпочтительно 28-й, потому что именно на 28-м какие-то стежки интересные. Гораздо лучше выглядят, смотрятся и бисер не толкается. Хотя бисер, конечно, тут мелкий. Поэтому ничего страшного. Вот такой милый дизайн. Здесь много бисера, много алжирских глазков. Использовалась одна ниточка ручного окрашивания. Здесь должна была еще использоваться ниточка перле. Я ее заменила просто. Перле цвета икрю я просто заменила. Просто DMC вышила икрю. И металлик я заменила на такой розоватый, слегка розоватый цвет металлика от Rainbow Gallery. То есть какие-то дополнительные специальные материалы я уж не стала покупать. А воспользовалась тем, что у меня есть. Бисерок был в Embellishment Pack. Смотрите, какие красивые елочки. Я обожаю вот эту деталь. И обожаю вот эти елочки, ряд елочек. Очень как-то нарядно это все выглядит. Все очень красивый, такой нарядный, очень нежный. Сначала, когда я начала вышивать, мне показалось, что, конечно, цвет икрю на этой основе он немножечко сливается. И он так винтажно смотрится. Может быть, конечно, контрастнее гораздо было бы, если бы заменить его на белый. Или здесь вообще основа должна была быть более сиреневая, такая насыщенного цвета. Но знаете, мне нравится, как здесь все так на нюансах смотрится. Он очень, видите, какой по цвету получился такой. Все слегка-слегка. Вот пастельные тона. Здесь снова, вот видите, пошла ниточка ручного окрашивания. И в конце я пришила вот эту керамическую бусинку с ангелочком. Он тут хорошо так вписался. Сделала ему такой нимб из золотистой. Тоже там такая золотистая ниточка Rainbow Gallery. И пришила вот эти бисер. Получилось все очень аккуратно. То есть из моих замен здесь это только металлик из наличия и основа немножечко другая. Пока как оформлять, пока я не знаю, как я буду это оформлять, наверное, в рамку. Ну вот, навышивала дизайнов. И достаточно быстро я вышила вот этот еще дизайн. Черепашка. Такая черепашка. Вот эта пуговичка, она очень хорошо сделана. У нее там даже и животик весь такой проработанный. И сквозь нее, она полностью металлическая, сквозь нее проходит отверстие. Поэтому она пришилась на этот дизайн. Здесь тоже пару ниточек. У меня просто их не было в моей палитре. И поэтому я какие-то цвета взяла, посмотрела в карте цветов. И выбрала что-то такое максимально подходящее из того, что есть у меня по цвету. То есть, допустим, вот эти темные крестики, это не тот цвет. Вот эти вот по контуру темно-фиолетовый тоже не тот цвет. И вот этот зелененький тоже не тот цвет, который должен быть по ключу. То есть, я взяла максимально близкие оттенки из того, что у меня было. Но мне кажется, что это совершенно не испортило дизайн. Мне не хотелось там как-то дополнительно мотки покупать из-за маленького дизайна. То есть, в целом настроение осталось тоже. Всегда можно найти какую-то альтернативу замену. И мне кажется, это совершенно не портит. Здесь тоже в наборе была, значит, вот эта черепашка и бисер. Бисер тут, в серединках бисер идет. Он такой мелкий, что его не очень хорошо видно. Но он тут есть. Вот сейчас, может быть, если вот так снимать, то будет заметно. Весь бисер на всех дизайнах я пришиваю ниточкой титан такой сероватой. В принципе, ничего не видно. Все аккуратно смотрится. Этот дизайн я, скорее всего, оформлю в какую-нибудь рамку. Тоненькую. Основу я тут тоже, по-моему, не по ключу взяла. Из того, что было. Все получилось прекрасно. Ну, а после всех моих вышитых маленьких джастнанов я решила, что мое настроение вышивать такие работы продолжается. И надо им воспользоваться. И, наконец, уже закончить мой начатый давно процесс от Victoria Sampler. Это Quintin' B. Сэмплер вот такой красивый. Красиво. Здесь есть хардангер, которого я немножечко побаиваюсь, но буду действовать по инструкции. Надо когда-то начинать. Так, немножко отражается. Так вот. Значит, вы видите, что я сейчас вышиваю вот этот Quilt, да, центральный элемент. Я не буду его сейчас открывать и вам показывать, а потом покажу, конечно, уже когда закончу работу. Значит, я закончила вот эту всю верхнюю часть, вышила также надпись. Не делала только пока бисерни пришивала. И не делала французские узелки, потому что, видите, они у меня в куснопах стоят. А там просто все помнется, но смысла никакого нет. Но все стежки я сделала. И сейчас я выполняю вот этот Quilt. Знаете, у меня, конечно, не очень пышненькими, не очень пышненькими получаются вот эти цветочки. Я просто посмотрела несколько отшивов девчонок, которые уже вышивали этот сэмплер. У них они какие-то более такие, знаете, пушистые вот эти лепестки цветов получаются. Может быть, мне кажется. Может быть, какие-нибудь я тут их маленькими сделала. Вот тут вроде бы у меня уже большие начали получаться. Тоже сложно я привыкала делать эти листочки лэйзи-дэйзи. Как-то, конечно, все так. На каждый листочек по-разному получается. Но, как говорится, как есть, так есть. Постараюсь сделать все это, чтобы выглядело очень аккуратненько. Сюда еще в центр цветочков пришивается бисеринка. Сейчас я вот заполнила тут 4 квадрата. Белые у меня все вышиты. А вот эти все клеточки, которые пустые остались, здесь вышиваются ниточками ручного окрашивания. Вот я начала, вот 4 я сделала. И я постепенно вышиваю. То немножечко рамку пошью с цветами, то вышлю какую-нибудь серию квадратиков. То есть, в принципе, тут осталось это вышивать совсем немного. И уже у меня будет последняя часть вот эта. Да, хардангер. Хардангер будет. Я только не помню вот это вот. Здесь-то белые, понятно. А вот эта часть то ли нитками перли вышивается, то ли чем. Надо будет посмотреть, вспомнить. Я еще пока не вникала. Ну, вот эти зеленые, к примеру. Не помню. Хотя у меня есть какой-то цвет зеленых ниток. Посмотрим. Вот. Так что этот дизайн уже на подходе у меня. Я его сейчас с удовольствием заканчиваю. И пока не знаю, что буду вышивать дальше. Пока наслаждаюсь этим процессом. В целом, ничего сложного тут нет. Посмотрите. То есть, здесь все в квилте. Ну, что, лизи-дейзи, бэкстич, цветочки. Они просто вышиваются там тремя стежками. Ничего сложного. Здесь ниточкой перли вот эти все узорчики по схемке. Там даже сильно вникать не нужно. Все просто. Здесь тоже все просто. Здесь будут, ну что, тут какие-то гладивые стежки. Даже можно и в схему по цвету не подглядывать. Она понятна, какой ниточкой вышивается. Единственное, что надо будет выникнуть вот в эту корзинку. Как там идут стежки вот в этой самой корзинке. А остальное, в принципе, все видно и понятно. Ну, а к хардангеру тут есть инструкции. Так что будем смотреть. Плюс на сайте Виктории Сэмплер самой очень много всяких видеоуроков. И вот я, пожалуй, наверное, прежде чем приступать к каким-то сложным вот этим плетениям, посмотрю и выполню. В принципе, здесь смотрю всего их два вида. То есть какие-то вот эти такие ромбики и вот такие вот плетения между ниточками. То есть тут, в принципе, какого-то гигантского разнообразия-то и нету для того, чтобы сильно переживать. Надеюсь, что после этой вышивки я уже перестану бояться этого хардангера. Вот такой вот тут у Виктории Сэмплер бисер в Эмбельшмент паке. То есть что тут идет? Перламутровая бусина, белый бисер. Причем здесь бисер не мелкий, а вот именно крупненький такой бисер. Имеется в виду, что... Ну вот как, наверное, размер Амилхилл идет, который стандартный у них. Жемчужный, белый, переливчатый, зеленый и вот эти вот высокий такой бисер. Всего несколько цветов, которые, в принципе, можно подобрать, если вы хотите вышивать этот дизайн подбором. Он весь вышивается шелковыми нитями. Это крейник и глориан, разные-разные есть. Но в целом, кто-то меня спрашивал, можно ли его вышить подбором другими ниточками. Мне кажется, вполне можно. В принципе, если какие-то запросы будут в комментариях сделать подбор, то я могу для вас это сделать. Здесь всего несколько ниточек, которые должны быть нитками ручного окрашивания. Но их можно, к примеру, тоже самим подобрать. Тут цветочки, да, тут ниточка с переходами, листочки. Вот эти вот какие-то. А остальное все можно вышивать ниточками перле, когда брать они однотонные в основном идут. Там какую-то нитку ручного окрашивания с такими, с красного до желтоватого, переходами взять, да, все это вышить. В принципе, вполне будет не менее красиво. Даже если чуть-чуть будет как-то от оригинала отличаться, мне кажется, совершенно не страшно. Вполне можно вышивать. Можно даже вообще, в принципе, не ориентироваться на чей-то подбор, да, там как-то сравнение ниток. Они очень понятные цвета на превью и просто самим вышить, интуитивно подобрать вот эти все цвета. Мне кажется, нисколечки этот дизайн не испортится, будет таким же красивым. Ну, немножечко на ваш манер. Ну, почему нет? Продолжение следует...